Небольшой лайфхак, как снять старую краску с гипсовых стен. В общем, здесь у нас водоемусъемка, и нам нужно очистить все стены от краски. И как это сделать проще. Для этого берем валик, мочим его в воде, желательно в теплой, но можно и в холодной, и мочим стену. Мочим обильно, для того, чтобы она хоть чуть-чуть пропиталась. Но иногда попадаются не водные, но все одни краски, поэтому они не всегда хорошо впитывают в воду. Ну, в общем, намочили какой-то участок. Не обязательно все мочить, потому что вы не успеете почистить, она высохнет. Далее берем шпатель. Любой шпатель, можно вот такой длины, где-то сантиметров 20, и желательно старый, чтобы было не жалко. И теперь вот таким вот образом хаотично наносим полосы на стену. В любом направлении нам нужно немножко покорябать краску. И потом начинаем вот таким вот образом снимать краску со стены. Если попробовать сразу снять краску, шпатель никоим образом не может зацепиться. Он просто скользит по поверхности краски. Вот поэтому мы наносим такие вот борозды, канавки, царапины, для того, чтобы шпатель мог уже легко зацепиться за краску и снимать ее с поверхности стены. Как видим, под краской у нас тут штукатурена стена, под ней позагребневая плита. И нам неудобно, допустим, эту краску снимать с помощью специального аппарата, который предназначен для снятия краски. Также неудобно это делать перфоратором и ничем другим, кроме такого способа. Это единственный эффективный способ, чтобы аккуратно снять краску и сильно не повредить поверхность, которая находится под ней. Но пока наша задача очистить всю эту комнату от этой краски. Так что вот такой вот действенный и эффективный способ, чтобы избавиться от краски на стене. Кто-то может спросить, почему нужно снимать эту краску со стены. Почему нельзя просто налепить на нее сверху. Вот, обратите внимание, здесь была приклеена панель. Вот, и места, где был клей, после отдирания отодрались вместе с краской. А теперь представьте, вы прилепите плитку, и со временем эта плитка вместе с этой краской просто отойдет от стены. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Снимайте краску, не ленитесь. Здесь это финишное покрытие. Оно никак не должно находиться под другим финишным покрытием. Чистая стена – залог хорошего результата. Работаем, ребята, не ленимся. Снимаем краску перед тем, как клеить на эту стену плитку. Удачи! Ну, в общем, как? Как вы поняли, вот таким вот образом это все и происходит. Ну, если у кого-то есть другой возможный вариант, как снять эту краску со стены с гипсовой, то пишите об этом в комментариях. Можете даже кинуть ссылку на это видео, если кто-то вдруг видел способ гораздо проще. Но мы его рассмотрим и уже дадим свою оценку. Ну, вот таким вот я способом сейчас буду снимать. В этом помещении эту краску. Вот такое вот помещение у меня большое. Здесь я уже сделал небольшой фронт работы, испытывал данный способ, данный метод. Он мне показался наиболее эффективный, поэтому и решил вам показать и поделиться с вами данной информацией. Возможно, кому-то она тоже окажется полезной. Но на этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале Перестройка 116. С вами был, как всегда, Ленара. Привет-привет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok